всем привет с вами я дмитрий врезка вы смотрите кулинарную пропаганду есть русской кухни очень простые рецепты которые на мой взгляд 100 очков вперед дадут любой заморской хитрый там хитро вывернутой децептуре а уж если вот такой простой рецепт соединить с таким же простым но заморским то вообще получается на выходе штука невообразимой вкусноты и сегодня я собираюсь как раз таки такой замутить смотрите есть такая классная штука русской кухни называется разварная говядина похлебкин утверждает что она традиционно готовится в тихинской кашице или костромской реже в костном бульоне у молоховец она варится как раз таки в бульоне но в бульоне белом я собираюсь сегодня приготовить разварную говядину в красном бульоне напомню что красный бульон это основа для приготовления домигласа роли кстати домиглас на канале есть даже два ссылочку описание повешу так вот набрал я костей для того чтобы приготовить денег и пока он будет готовиться я как раз таки в этом бульоне разварную говядину и приготовлю форму для запекания отправлю кости говяжьи ведь сколько их набрал это ребра мыли вернее все мясо с ребер срезал кости остались лук репчатый сюда понадобится белая часть лука порея и морковь крупными кусками сюда же вот для увеличения выхода продуктов реакции анри маяра я добавлю сухого молока напоминаю что эта реакция идет при тепловой обработке белков в присутствии сахаров вот сухой молоко своей лактозой все речь молочным сахаром и будет увеличивать выход продуктов и отправляю в разогретую духовку как следует все зарумянить мне не надо до готовности ничего доводить требуется только получить как можно больше прижаристых корочек на поверхности продуктов на самом-то деле есть у меня конечно в заначке концентрированный красный бульон приготовленный по этому рецепту вот он смотрите я могу его сейчас просто кипятком развести и в нем отводить говядину но чтобы вас лишний раз не гонять второй ролик смотреть как раз таки где этот бульон готовлю я сейчас коротенько все и покажу ждем зарумянивания видите все отлично зарумянилось если есть у вас время кладем все в кастрюлю прямо сейчас начинаем варить нет у вас времени собирайте убирайте в холодильник до лучших времен появится время сварить спокойно я прямо сейчас начну смотрите на дне кучу продуктов реакции осталось это же самая большая ценность ради этих продуктов все издевалось кипяток и лопатка в помощь домашнему химику и в кастрюлю всю эту ароматную вкусноту и воды побольше пусть варится смотрите нет задачи что-то реакция майярова в бульон чё там с этими овощами мясом конце концов станет с костями абсолютно неважно все равно все это на выброс не в морозилке лежат стебли укропа и петрушки еще осталась зеленая часть от лука парея их тоже отправлю в кастрюлю правда чуть попозже нужно сначала снять всю пену только потом зелень туда пихать все пусть варится заметьте непосредственно к приготовлению самой разворной говядины я даже еще не приступал пока варится только бульон он уже сейчас чудовищно ароматный такой мощный запах классного жареного мяса жареных овощей идет просто чудо когда сварится можно процедить раздать по пакетам и заморозить а можно остудить снять жир с холодного затем упарить до совсем маленького объема и получить вот такой замечательный концентрат это мне магазинные кубики здесь настолько все вкусы мощный только аромат и мощный просто класс причем нет нужды варить все вот за один присест есть у вас время час примеру дома сидите час варится нужду уйти выключили оставили в покое потом доварить когда появится время нужен перерыв на день-два-три сделать в конце концов остудиться когда все уберите в холодильник пусть там постоит ничуть не там не случится с этим бульоном приклад живую прошло 7 часов можно процеживать какое чудо вы не представляете как он пахнет собственно сейчас если бы не разворная говядина по плану я бы этот бульон остудил завтра с холодного снял бы жир потом бы упарил его раз 5-7 до густоты и у меня была очередная порт сайка красного концентрированного бульона но я готовлю говядину надо ее присолить здесь вот изнутри но чтобы не разваливалась в процессе варки обвяжу этот кусок с большим количеством соединительной ткани такое мясо отлично просто подходит для долгой варки здесь куча коллагена он от влаги размягчается убирает себя соков совершенно классным и вот эту красоту отправляю в кипящий бульон знаете отправила до хотите получить насыщенный бульон кладите продукты в холодную воду пока она будет нагреваться до кипения очень много вкусов и ароматов из продуктов успеет выйти в воду а если хотите получить вкусное мясо то кладите его в кипящую воду в нашем случае в кипящий бульон тогда от горячей воды мясо снаружи сразу схватится и подавляющее большинство вкусов и ароматов внутри мяса останется еще и бульон в нашем случае это мясо ароматизирует будет вот такая штука ну и посолить на конечно же этот бульон сделает мясо вообще волшебным варится ему часа два с половиной три почти без кипения подождем подавать мясо я буду с картофельным пюре картошка уже сварилась сначала масло так чтобы растаяло для вкуса затем молоко и грибы жареные тоже будут в тему я считаю это очень русская кухня это у меня шампиньоны к разборной говядине очень хорошо подходит такой специфический соус он простой сейчас я им займусь только мясо перед подачей надо на несколько минут в духовку под верхней грилю урать жира сверху снятого с бульона чтобы в духовке румянилось лучше в кастрюлю муку и слегка ее поджарить на сухую до появления орехового аромата она такая слегка коричневая станет теперь сюда же кусочек сливочного масла старательно размешать и теперь немного бульона по частям каждую часть надо вмешать до полной однородности чтобы комочков не было и немного огуречного рассола чуть-чуть буквально наверное треть стакана пока соус варится огурец надо мелко нарубить так и к соусу его и немного сахара по сути это велюте ну то есть стандартный такой французский соус но только приправлен огуречным рассолом и огурцами класс он густой он с ароматом мясного бульона и со вкусом вот этим с кисленьким классным огурца и сахар так хорошо все здесь соединяет вообще такому соусу полномолых овец сахар нужно сжженно использовать то есть карамельку ну мне просто лень было его делать о какая здесь красота супер если хотите совсем уж праздничной подачи то мясо можно нарезать порционными ломтями такими оставить в блюде при подаче на стол извините я не удержусь попробую ммм восхитительно вкусная насыщенная говядина яркая пропитанная ароматом жареного мяса очень сочная все вместе надо есть все вместе оно нежное чудо чудо вкусманчик соусом изумительное сочетание просто песня так ну и картофельное пюре с грибочками жареными а если бы здесь белые были вообще была бы песня классное классное русское блюдо готовьте все я должен все съесть извините огромное спасибо за компанию за лайки и дизлайки репосты всем пока вот так выглядит выпаренный бульон смотрите с объемом уменьшился наверное раз в пять если не в шесть загущенный бульон переливаю в стеклянную форму только важно чтобы она не лопнула видите какой он густой теперь надо дождаться когда он застынет смотрите концентрат застыл сейчас его нужно нарезать на порции вот видите какие получились кубики теперь каждый такой можно отдельно завернуть в пищевую пленку хранить в морозилке и использовать по необходимости а когда вдруг захочется опять разворной говядины взять кучку таких кубиков развести в кипятке и получить бульон для варки говядины ну либо использовать вот одного такого кубика достаточно для того чтобы сделать ваше тушеное мясо там полтора-два килограмма обалденно вкусным со вкусом жареного мяса смотрите какая получилась бульонная конфетка и 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